Станислав Алексеевич, приветствуем вас в Якутии. Повод просто замечательный, подготовка к играм «Дети Азии». Наконец-то, спустя много лет, «Дети Азии» возвращаются в свою историческую родину. Как вы на сегодняшний день оцениваете подготовку к этим играм? Безусловно, для нас является большим счастьем, большой привилегией сегодня здесь оказаться в Якутии. Для нас, как для Олимпийского комитета России, которые, как известно, являются соучредителем Международного комитета «Дети Азии», очень важно провести соревнования на исторической родине игр в этой замечательной республике Саха, Якутия. И, конечно же, мы с большим воодушевлением и с большим желанием ждем открытия игр, которые состоятся вот уже этим летом. И, естественно, как для любых ответственных организаций, к которым мы себя тоже относим, мы хотели бы посмотреть, как здесь на практике готовятся к самому главному событию Якутии, да и всей, наверное, Молодежной Азии этого года этим играм. И, безусловно, сегодня мы проехали по ряду объектов, посмотрели, как будут выстраиваться элементы спортивной инфраструктуры, где будут проходить соревнования. Все достаточно на хорошем уровне находится с точки зрения логистики, передвижения. Но здесь не может быть по-другому, потому что опыт, который накопили организаторы игр, конечно, дает несомненное преимущество в части организации соревнований. Очень важно, что те спортивные объекты, которые сегодня есть, были реконструированы или находятся в стадии реконструкции к играм. И, в общем-то, все подрядчики и строители готовы выполнить все условия для того, чтобы молодые люди из многочисленных стран Азии, многочисленных регионов Азиатской части Российской Федерации могли принять участие в этих соревнованиях. Конечно, у нас есть определенное волнение, но я еще раз повторюсь, что опыт предыдущих лет говорит о том, что все работы будут выполнены в срок, и, безусловно, эти соревнования станут жемчужиной этого спортивного сезона в детском спорте. Это будут самые крупные детские игры в России, насколько я понимаю, международные? Вы знаете, дело в том, что международные игры «Дети Азии» уже несколько лет превзошли себя с точки зрения Азии. Как вы знаете, наши белорусские коллеги присоединились к нам в этих соревнованиях, спортсмены из Армении принимают участие. То есть это уже не совсем «Дети Азии», а «Дети Евразии», если можно так выразиться. И это очень показательно, потому что новые страны подключаются к проекту, и это, безусловно, является, условно говоря, одним из самых значимых проектов в азиатском детско-юношеском спорте. Ну и, безусловно, первое, так сказать, лидерство в этой области Российской Федерации для меня кажется очень важным, потому что у нас в стране всегда с большим вниманием относились к детско-юношескому спорту. Детско-юношеский спорт всегда был в базисе пирамиды спорта высших достижений, на вершине которой были олимпийские чемпионы и чемпионы мира. И поэтому то отношение, которое мы демонстрируем к нашим юным соотечественникам, к юным гостям, которые приедут из других стран, безусловно, демонстрируют в том числе и отношение к самим себе, к нашим гостям и, в принципе, позиционируют нашу страну как страну открытую, дружелюбную и страну, которая, безусловно, любит спорт во всех его проявлениях. Станислав Алексеевич, как Вы уже сказали, Олимпийский комитет России является совместно с Республикой Саха-Якутия, с Олимпийским комитетом Азии, соучредителем комитета Игр Дети Азии. Какие цели и задачи Вы сегодня ставите перед комитетом? Безусловно, мы, как организация, которая полномочена быть в центре Олимпийского движения от имени Российской Федерации, мы, безусловно, ставим задачи расширения международного сотрудничества. Для нас гуманитарная миссия Олимпийского движения является беспрекословной, она является базисом, и продвигая олимпийские ценности, олимпийские идеалы среди всех народов мира, мы, в общем-то, следуем той благородной миссии, которая была заложена в современном Олимпийском движении. Это спорт без границ, это спорт без политических влияний, ну и, безусловно, это возможность дружить, находить общие точки соприкосновения, и в конечном итоге строить мосты между странами, континентами. И вот я думаю, что в этой задаче очень важная роль отведена как раз Международный комитет Удити Азии. В прошлом году на выставке форума России Республика Саха-Якутия и Олимпийский комитет России подписали соглашение о совместной работе по Олимпийскому движению. Что входит в это соглашение и начало ли работу это соглашение? Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы поздравить главу республики с тем, что на форуме России, из тех презентаций, по крайней мере, которые я посетил, презентация Республики Саха-Якутия была одной из самых красивых, интересных, информативных, и, безусловно, это заслуга вашего руководителя. А с точки зрения практической составляющей того документа, который мы подписали с Республикой, это вот уже сейчас мы в рамках подготовки к детям Азии мы готовим и проведение, пожалуй, одного из самых важных событий в Олимпийском движении России, это Международный форум юных олимпийцев, который мы уже 5 лет проводим, и сегодня мы готовим его провести здесь, в Якутии. Это впервые форум юных олимпийцев, который объединяется гуманистической миссией и построение, как я уже говорил, мостов дружбы между молодыми людьми, а также получение новых знаний в области спорта, новых компетенций в области спорта, и, безусловно, протекции от влияния различных допинговых историй. И вот в этой части мы уже сейчас практически взаимодействуем, мы готовим это мероприятие, которое, повторюсь, в первый раз покинет предел нашей столицы и пройдет в рамках проведения игр здесь, в Якутске. Если говорите о детском спорте в целом, то вы олимпийский чемпион, и еще в 15 лет, совсем еще, можно сказать, в юном детском возрасте, стали чемпионом Советского Союза. Ваша дочь пошла по вашим стопам, София стала уже двукратной олимпийской чемпионкой, и кому, как не вам, знать о важности детского спорта. Что сегодня мы должны сделать или усилить именно в детском спорте, чтобы не было сомнений в будущих чемпионах? Ну, безусловно, нам нужно научиться более эффективно использовать те возможности, которые у нас есть. У нас очень большое количество детско-минженских спортивных школ, у нас большое количество школ олимпийского резерва, но самое важное, наверное, это укрепить кадровый потенциал, тренерский потенциал. К сожалению, не во всех видах спорта мы сумели сохранить преемственность тренерских поколений, где-то нужно, в общем-то, включиться и какие-то образовательные проекты вести. Мы это все видим как единый целостный блок вопросов, которые, безусловно, помогут более эффективно добиваться высоких спортивных результатов. У нас есть возможности, безусловно, у нас очень талантливые дети, у нас вообще, в принципе, люди, живущие в нашей стране, они все талантливы, они все являются такими образцом, во многих случаях, дисциплины, характера, проявления. И поэтому вот эти вот вещи нужно использовать. Современный спорт высших достижений, он после того, как мир стал более открытым, космополитичным, что ли, если позволить так сказать, спорт высших достижений, уже технологии, методики уже не дают такого огромного вклада в потенциал роста спортивного мастерства, теперь нужно все-таки искать небольшие прибавления. И как раз вот в этой части, я думаю, что и в том числе и специалисты нашего инновационного центра Олимпийского комитета России ищут новые применения знаний на практике, которые помогли бы школам Олимпийского резерва уже на стадии, так сказать, подготовки юных спортсменов добавлять в росте спортивного мастерства. Я думаю, что вот в этом мы видим свою задачу и уверен, что нам ее реализовать по плечу. В стране у нас непростая ситуация, и совсем скоро Олимпийские игры, и мы как спортивный регион, конечно же, очень интересуемся, беспокоимся, переживаем за наших спортсменов-олимпиоников, да, и, конечно, читаем очень много информации, слухи доходят, будет участвовать наша команда, не будет, полным составом, не полным, с флагом, без флага. В общем, информации очень много, хотелось бы услышать именно вашу оценку в этой ситуации. Ну, я бы хотел начать с того, что базовым документом в Олимпийском движении является Олимпийская хартия, это конституция Олимпийского движения, в соответствии с которой спортсмены принимают участие в Олимпийских играх. И как раз, если обратиться внимательно к этому, что там написано, там написано, что спортсмены должны принимать участие в этих играх без какой-либо дискриминации, ни по религиозному, ни по национальному, и даже ни по политическим мотивам. К сожалению, то, что сейчас происходит у нас в современном спорте, не соответствует тому, что написано в главном документе в Олимпийской хартии. И мы видим, что последние действия, которые направлены против российских спортсменов, как раз и нарушают постулат о политической нейтральности. Ведь для того, чтобы принять участие в этих играх, спортсмену необходимо подписать декларацию, в которой включены, и об этом нужно говорить смело, некоторые неприемлемые, абсолютно неприемлемые политические требования. Мы, как добросовестный Олимпийский комитет, как и все 206 ноков на нашей планете, абсолютно привержены олимпийским принципам и идеалам, которые гарантирует Олимпийская хартия. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы избежать каких-либо не было бойкотов и подобных действий. Но в данной ситуации, безусловно, те требования, которые выдвигаются российским спортсменам, абсолютно неприемлемы, абсолютно несправедливы. И на этих условиях, не думаю, что большое количество наших с вами сограждан примет участие в этих соревнованиях. И здесь можно отнести несколько вещей. Во-первых, абсолютно несправедливо были условия квалификации к Олимпиаде. То есть для наших спортсменов практически два года они были вычеркнуты из международного спортивного календаря. А для таких видов спорта, как единоборство, допустим, это прекрасно понятно, без практики с своими иностранными коллегами, говорить о полноценной подготовке не приходится. Абсолютно несправедливо были выброшены командные виды спорта. Абсолютно несправедливо были выброшены элита российского спорта. Это спортсмены Центрального спортивного клуба армии, Динамо, Росгвардии. И по нашим оценкам, это 55% выигранных медалей на последних играх в Токио. И поэтому в этой части говорить о какой-либо справедливом возможности принять участие не приходится. Вторая очень важная вещь, о которой мы хотели бы тоже сказать. Во все годы, даже когда самые сложные взаимоотношения были с Международным Олимпийским комитетом, Олимпийский комитет России обеспечивал защиту интересов всех российских олимпийцев. В этот раз нам в этом отказано по надуманным причинам, и вы прекрасно знаете, о том, что Олимпийские советы новых территорий были включены в состав Олимпийского комитета России в соответствии с Конституцией Российской Федерации. И цепь таких событий, она и приводит, по крайней мере, меня как человека с олимпийским опытом, как четырехкратного олимпийского чемпиона, к вопросу, а нужны ли нам такие Олимпийские игры. Я считаю, что нам нужны Олимпийские игры, в которых наши спортсмены могли бы выступать открыто, на равных условиях со всеми другими спортсменами, со своим флагом, гимном, с любой другой атрибутикой. И спортсмены не могли бы подвергаться тем дискриминациям, которые, в общем-то, мы сейчас, к сожалению, наблюдаем. Мир изменился, коммерческие вопросы стали доминировать у наших коллег из Лозанны. И поскольку основные спонсоры МОК являются трансконтинентальные и американские компании, то соответствующим образом влияние этих стран на МОК является сейчас доминирующим. И все вот это создает, конечно, очень неприятную картину для Олимпийского движения. То есть в этом году на Олимпийских играх спортсмены сами будут решать, будут участвовать или не будут? Или как? Я считаю, что об этом было сказано и не раз, в том числе и главой государства. Сами принимают решение? Ну, с моей точки зрения, никаких правовых оснований принимать решение у Олимпийского комитета России за спортсменов не существует. Олимпийский комитет России в соответствии со своим уставом защищает интересы и везет команду спортсменов Олимпийской команды России. При всем уважении нейтральные спортсмены к этой категории относиться не могут. В свое время в Советском Союзе тоже на давление по Западу наша страна тогда провела игры доброй воли. История повторяется. В этом году летом мы будем проводить игры дружбы. Расскажите, пожалуйста, про концепцию этих игр. Безусловно, для подавляющего большинства наших спортсменов, спорта высших достижений, необходимо создавать условия для их спортивной реализации. Спортивная реализация путем проведения крупных, больших соревнований является вершиной, пирамидой подготовки спортсменов в течение четырехлетнего Олимпийского цикла. И, безусловно, очень важно, что такая инициатива была выдвинута. И игры дружбы состоятся в августе-сентябре этого года в двух городах, в Москве и Екатеринбурге. И многие-многие спортсмены наши смогут принять участие в этих играх, в первую очередь, и исключительно, говорю, о тех спортсменах, которые будут отстранены, несправедливо отстранены от участия в международном календаре. И, кстати говоря, если уж внимательно смотреть условия участия нейтральных спортсменов, то там прописано, что эти спортсмены не могут ассоциироваться со своей страной, со своим национальным Олимпийским комитетом, со своей национальной федерацией до, во время и после Олимпийских игр. Таким образом, вот эта фраза, она полностью запрещает спортсменам, которые поедут в нейтральном статусе, участвовать в играх дружбы. В этой части, конечно же, это в первую очередь соревнования для тех, для подавляющего, повторюсь, большинства спортсменов, которые будут несправедливо отстранены от соревнований. Зная высокий потенциал организации наших соревнований, особенностью это касается Москвы и Екатеринбурга, который очень серьезно готовился к проведению универсиады, большинство спортивных объектов будет отвечать не просто высокому уровню, а самому высокому. Сейчас можно говорить о том, что в Екатеринбурге лучший дворец водных видов спорта. Я его сам посещал и видел, на каком уровне этот объект сделал. Поэтому две вещи, даже не две, а несколько. Из них первое, то есть спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях. Второе, важно, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях на самых лучших по мировым стандартам аренах. И третье, что очень важно, и об этом тоже нельзя не говорить, потому что спортсмены могут получить за свои высокие спортивные результаты достаточно серьезное вознаграждение, которое является в современном мире одним из мотиваторов для спортсменов. Вот эти вещи, о которых я сказал, безусловно, помогут компенсировать выпадающие для них Олимпийские игры. Хотя Олимпийские игры заменить невозможно, об этом мы все прекрасно знаем. Но, тем не менее, проводя такие соревнования на таком уровне, это демонстрация не только нашим соотечественникам, любителям спорта, которые могут посмотреть эти соревнования вживую, но и это показывает всей спортивной отрасли, всей спорту высших достижений, о том, что интерес к спорту как к явлению в нашей стране крайне высок. И не знаю, будут ли эти игры проводиться на долгосрочной основе, потому что все-таки я считаю, что в какой-то момент наши коллеги из Лозанны должны одуматься и еще раз внимательно перечитать Олимпийскую хартию и следовать буквально по ней. А у меня нет сомнений, что проект «Игры дружбы» состоится, у меня нет сомнений в том, что он будет успешен, и, безусловно, это будет жемчужиной спортивного сезона для нашей страны. В этом тоже сомнений абсолютно никаких. Станислав Алексеевич, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Конечно же, мы тоже очень хотим, чтобы мир восторжествовал, и все-таки пришло время, совсем скоро наши спортсмены будут выступать полноценно, со своими флагами, с гимном, будут представлять нашу страну не только на чемпионатах мира, но и, конечно же, на Олимпийских играх. Ну и, конечно же, от себя я хочу сказать, что игры «Дети Азии» мы очень надеемся, что пройдет на высоком уровне. Спасибо. У меня даже нет сомнений ни первому, ни по второму вопросу. Спасибо вам.